МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия на полигоне. В Николаевской области погиб военный. Гривней по градусу. Вождение автомобиля под шофе обойдется в круглую сумму. Вюрцбург, Мюнхен и вот теперь Ансбах. Немецкую Баварию накрыло волной терактов. 15 человек ранены в результате взрыва на музыкальном фестивале. Кем был террорист-смертник и связана ли атака с исламским государством? Подробнее Татьяна Лагунова. Вооруженные полицейские, оцепления и кареты скорой помощи. Несколько дней назад такие видеокадры приходили из Мюнхена, сегодня уже из соседнего Ансбаха. Беженец из Сирии взорвал себя в самом центре города, где проходил музыкальный фестиваль. Взрывчатка была спрятана в рюкзаке, устройство начинено гвоздями, чтобы увеличить радиус поражения. Охрана рассказала, что нападавший пытался пройти на территорию фестиваля, но был без билета и его не пустили. Тогда сириец с кем-то коротко переговорил по телефону и подорвал себя у входа. Личность смертника уже установили. Мохаммед Дэ, 27 лет, прибыл в Германию два года назад и подал прошение о предоставлении убежища, которое отклонили. Страдал психическими расстройствами, несколько раз пытался покончить с собой, привлекался к ответственности за хранение наркотических веществ. В ближайшее время его должны были депортировать в Болгарию. Это первая страна, где он зарегистрировался после бегства из Сирии. Основная версия – теракт. На телефоне нападавшего мы нашли видеозапись на арабском. Предварительный перевод такой. Он угрожает атакой, заявляет о верности лидеру ИГИЛ Абубакру Аль-Багдаде и говорит, что будет мстить немцам, потому что они стоят на пути ислама. Расследует полиция инцидент, который произошел в городе Ройтлинген. Там накануне беженец из Сирии, вооруженный ножом для рубки мяса, ранил пятерых прохожих и убил беременную женщину. Как выяснили, преступник был влюблен в нее и совершил убийство на почве ревности. Он уже задержан. Он работал у нас, пришел днем, вел себя странно и его отправили домой. Позже он появился снова, зашел через черный вход и поругался с этой женщиной. Она у нас мыла посуду. Потом они вышли на улицу, где и произошло убийство. Есть новые подробности и в деле мюнхенского стрелка, который в прошлую пятницу убил 9 человек и ранил более 20 в торговом центре города. Полиция установила, школьник планировал нападение больше года. Оружие купил в интернете. Сегодня в Мюнхене арестован друг стрелка, выходец из Афганистана. Силовики подозревают, он знал о готовящемся нападении. И встречался с преступником буквально за полчаса до атаки. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Трагедия под Николаевым. На военном полигоне во время учений взорвался миномет. Один военнослужащий погиб. Есть раненые. При каких обстоятельствах это произошло, что уже известно следствию? Материал Андрея Анастасова. О том, что произошло на полигоне «Широкий Лан», информации пока мало. Известно, что военнослужащие 57-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в Кропивницком, сегодня отрабатывали там боевые стрельбы из миномета калибром 120 мм. В рамках подготовки к учениям «Южный ветер». Одно из орудий разорвалось, погиб сержант. Еще 10 военнослужащих в результате взрыва получили ранения. Сейчас все они находятся в Николаевском госпитале. Сейчас на полигоне работает военная прокуратура, опрашивает свидетелей. Уголовное производство открыто по статье «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть». Как сообщили нам в Генштабе вооруженных сил, на время расследования стрельбы из миномета на этом участке, на широком лане прекращены сами же учения «Южный ветер» состоятся по плану. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. На международных учениях «Сибрис» в Одессе готовятся к морской фазе маневров. Сегодня украинские и британские водолазы отрабатывали навыки обезвреживания морских мин. На фрегате «Гетман» Сагайдачной моряки учились ликвидировать пожар. Спецназ с пограничниками демонстрировали умение захвата и досмотра подозрительного судна. А американцы не без гордости показывали свои корабли. Это ракетный эсминец «Рос» и большой десантный корабль «Уитби Айленд». Последний действительно впечатляет. Его длина 200 метров, ширина 26. В ближайшие дни американские моряки и пехотинцы вместе с украинскими коллегами и военнослужащими других стран проведут многонациональную операцию в открытом море и на юге Одесской области. На нашем десантном корабле «Уитби Айленд» можно перевозить много разного оборудования и техники, начиная от кораблей поменьше и заканчивая вертолетами, автомобилями, танками, разнообразными машинами для высадки морских пехотинцев на берег. Есть даже отдельный госпиталь, потому что на борту очень много людей. В армии началась демобилизация пятой волны по указу президента. Сегодня отправляются домой первые группы ветеранов АТО из этого призыва. Все подробности у Геннадия Вивденко. Витаю. Дякую за службу. Хачи стыдь. Служу народу Украины. Так выполняется указ главнокомандующего по демобилизации пятой волны. Давно заброшенный завод в районе Авдеевки. Бойцы строят планы на будущее и пишут преемникам пожелания на флаге. Оставаться всегда мужиками. Оберегать нашу Украину. Батьки побачу. Родину. Давно не побачивались. Законный дембель сегодня получили 270 бойцов 58-й сумской мотопехотной бригады. Она уже восьмой месяц успешно защищает подступы к Авдеевке. Они выполнили свой обовязк по державе и сейчас возвращаются домой. Хлопцы с проможни достойно повидают на агрессию ворога. Выстоят. 120-я мина. А когда прилетела? Пару дней назад. Каждый день что-то прилетела. Там тоже такие же. Дальше просто не полезем, потому что там растяжки есть. В то же время по братиму на передовой пережили очередной обстрел противника. Демобилизованных понемногу заменяют контрактники. Решил своим хлопцам допомогти. Вот в таком плане. На долго контракт выписывал? На три года. Сейчас по нашим стрелять. За сутки в бригаде есть потери. Два погибших есть, два раненых. Два погибших. Там выходила группа ДРГ. Была стычка. В общем погибли люди. Это в районе промзоны. Парни, которые возвращаются домой, уверяют, готовы вернуться на передовую. Как родина позовет. Геннадий Вивденко, Игорь Сули, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Фантастические теории заговора. Мэр Анкары обвинил Фетхолаха Гюлена в том, что он порабощает людей с помощью джинов. Напомню, именно Гюлена турецкие власти считают организатором попытки переворота. Сейчас в Стамбуле находится мой коллега, наш спецкор Венимин Трубачев. Веня, я тебя приветствую. Не будем обсуждать заявление мэра. Скажи, пожалуйста, какая сейчас обстановка в городе, в котором ты находишься? Проходят ли митинги вот в этот момент? Алексей, ну вот массовых митингов на сегодня не запланировано. Как вы видите, площадь Таксим, где обычно собираются люди, практически пустая. Все-таки сегодня рабочий день, и все занимаются своими делами. Но сцены пока не демонтируют. Вероятно, акции будут продолжаться, ведь тем для обсуждения хватает. Сегодня, например, влиятельная международная организация Amnesty International заявила о том, что задержанных, которые участвовали в неудавшемся перевороте, подвергают пыткам. В докладе говорится о том, что арестованных держат в стрессовых условиях, лишая пищи и медицинской помощи. Некоторых избивают и даже насилуют. У многих есть переломы костей и следы побоев по всему телу. Власть на эти заявления пока никак не отреагировала. Вот турецкие оппозиционеры подвергли критике. Такие действия полиции и спецслужб. Накануне один из лидеров оппозиции здесь, на митинге, заявил, что они выступают против переворота, но нужно соблюдать права человека. Виновники Пуча должны предстать перед судом. Все должно проводиться согласно принципам верховенства права. И это главное требование. Пытки, жестокое обращение, угнетение и запугивание. Всего этого быть не должно. Иначе государство будет вести себя как пучисты. Тюрьма светит и сотрудникам СМИ. Турецкие газеты пишут, что власти выдали арест на 42 журналистов. Полиция на это счет молчит. Но я вот пообщался с турецкими коллегами. Они говорят, что в этом списке есть известная телеведущая и бывший парламентарий Назлы и Лиджак. Ее и других журналистов подозревают в причастности к попытке госпереворота. Независимые СМИ пишут, что это проявление цензуры и попрания свободы слова. Продолжаются и задержания военных. Сегодня полицейские арестовали семерых военнослужащих, напавших на отель в Мармарисе, где находился президент. Это произошло ночью во время неудавшегося переворота. Их подозревают в том, что они убили полицейских, которые охраняли резиденцию и пытались захватить самого Эрдогана. Отпор им дала только личная охрана главы государства. А вот руководителя генштаба, тогда мятежникам удалось взять в плен, но вскоре его отпустили. Сейчас вот во время встречи со своими подчиненными генерал сказал, что армия будет реформирована в ближайшее время. Эти негодяи в военной форме, бандиты, эти змеи, которые проникли в вооруженные силы, нанесли огромный ущерб нашей стране. Но мы устраним их и попытаемся смыть темное пятно с нашей репутации. Сейчас в Турции усилены меры безопасности. Граждан, которые уезжают из страны, усиленно проверяют. Для некоторых чиновников выезд за границу и вовсе закрыт. Более того, глава МИДа Мевлюд Чавошеглу заявил, что ряд послов в ближайшее время будут отозваны. Правда, он не уточнил, в каких странах сейчас работают эти дипломаты. Их также будут допрашивать в рамках дела о попытке госпереворота. Поэтому в ближайшее время можно ожидать новых громких задержаний. Алексей. О постпереворотных зачистках в Турции нам рассказал мой коллега Венимин Трубачев. Спасибо, Веня, за работу. Очередной теракт в Ираке. Смертник подорвал заминированный автомобиль на въезде в город Эль-Халис. Это к северу от Багдада. Погибли 17 человек. Еще 37 получили серьезные ранения. Многие находятся на грани жизни и смерти. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из организаций. Раньше подобное нападение совершали сторонники ИГИЛ. Последний такой случай был в воскресенье. В результате взрыва смертника на КПП в Багдаде погибли 20 человек. Во Флориде опять стрельба в ночном клубе. На этот раз стреляли в детей. В результате двое погибших и более 10 раненых. Подробности трагедии узнаем у нашего Сапкора в США Юлии Мендель. Последняя вечеринка для двоих подростков из Флориды. Они были застрелены на стоянке ночного клуба города Форт Майерс после полуночи, когда родители приехали забирать детей домой с вечеринки. По разным данным пострадало от 14 до 17 человек. Самому младшему 12 лет. Один из родителей рассказывает, что увидел информацию о произошедшем в интернете. Я увидел сообщение в Фейсбуке. На фото было много крови. Кто-то упоминал имя моего сына. Я собрал нашу семью, мы поехали туда и забрали его. Это самое главное. Но в целом вокруг очень много насилия. Мое сердце с теми, кто пострадал или чьи близкие стали жертвами этой ситуации. Многие из раненых уже добрались домой после оказания медицинской помощи. Но некоторые с довольно серьезными ранениями до сих пор находятся в больнице. Полиция задержала троих подозреваемых, но ни мотивы, ни какие-либо другие детали пока не сообщают. Хотя уже было заявление о том, что произошедшее не является терактом. Известно, что вечеринка в купальниках началась в полдевятого вечера. Плата за вход составляла 10-15 долларов. И закончилась она довольно рано, поскольку все посетители были подростками. По тем же причинам, сообщает клуб, он обеспечил довольно сильную охрану. Но из-за стрельбы пострадали припаркованные рядом автомобили, а также соседние дома. Буквально несколько дней назад во Флориде до сих пор прощались с жертвами расстрелов в ночном клубе в Орландо, произошедших 6 недель назад. В частности, почтить память погибших приезжала Хилари Клинтон. Тогда 12 июня были расстреляны 49 человек. Преступник 29-летний американец афганского происхождения убит полицией. В США поднят вопрос о контроле над оборотом оружия. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Убийц журналиста Павла Шеремета ищут эксперты Европола и ФБР. Сегодня они буквально под микроскопом изучали улики на месте трагедии в центре Киева. Что нового стало известно в этом резонансном деле, узнавала Татьяна Винникова. На углу столичных улиц Хмельницкого и Франко эксперты Европола и Федерального бюро расследования США проводят следственную экспертизу, изучают мельчайшие улики в деле об убийстве Павла Шеремета. Главные версии – геополитическая и месть в связи с профессиональной деятельностью журналиста. В центре скандала по-прежнему журналисты 17-го канала, которые первыми оказались на месте убийства. Знали ли они о том, что должно было произойти на перекрестке? Сейчас выясняет следствие, допрашивая съемочную группу как свидетелей. Об этом сегодня сообщил советник главы МВД Иван Варченко. А вот это видео с нескольких камер слежения, где неизвестные копошатся возле авто Шеремета. Его впервые опубликовал сайт-обозреватель и сразу же подхватили в прессе. Хотя никто не говорил, кто и с какой целью его смонтировал. Варченко подтвердил – оно подлинное и в разработке нацполиции. Видео – это реальное. Видео – это монтаж лечо группы. Воно взятое с видеокамер, которые находились вокруг стоянки, на которой стояла автомобиль Шеремета. На видео изображены две люди, которые с большой уверенностью, близко до 100% как раз и стали теми, кто заменил автомобиль Шеремета. Поэтому мы обратимся к всех украинцев. Можливо, вы увидите в этих особах, каких-то знакомых вам. А вот что думает генпрокурор о кадрах, появившихся в сети. Не утихает скандал и вокруг первого замначальника нацглавы Вадима Трояна. В день убийства Павла Шеремета появилась информация, что якобы Троян вел незаконное наружное наблюдение за Павлом Шереметом и Аленой Притулой, а еще главой нацполиции Хатей Деканаидзе. А в субботу генпрокурор Юрий Луценко заявил, открыто уголовное производство против Трояна за незаконную слежку. В ответ на это, напомню, на сайте МВД утверждают, Вадим Троян наблюдений за журналистами, чиновниками и руководством нацполиции не вел. А еще, цитирую, что вся информация о его причастности к незаконной слежке распространяется с целью дискредитации полиции и самого Трояна. Что об этом думает сам Вадим Троян, узнать не удалось. Он в отпуске. Об этом СМИ сообщила Хатя Деканаидзе и добавила, как только Троян вернется из отпуска, ответит на все вопросы следствия. Глава нацполиции в интервью одному из интернет-изданий также рассказала, что через несколько дней из отпуска должен вернуться и глава МВД. Она заверила, министр держит на контроле расследование убийства Шеремета. Татьяна Авинникова, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. Сам Луценко сегодня в Чернигове представлял нового прокурора области. Им стал Владимир Камашко. Камашко, который до сих пор работал в ГПУ, заменил на посту Виктора Носенко. Он, напомню, ушел в отставку 25 июля после скандала, который разразился между ним и Олегом Ляшко. В середине июля ГПУ начала расследовать угрозы лидера радикальной партии в адрес Носенко, якобы за фальсификацию уголовных производств. Там же, в Чернигове, генпрокурор проанонсировал новые уголовные дела и задержание группы сотрудников СБУ, цитирую, с серьезными звездами на погонах. Журналисты поинтересовались ходом расследования уголовного производства против мэров Бучи и Ирпеня. На той неделе чиновников обвинили в хищении почти 900 гектаров леса из госсобственности. Генпрокурор заявил, им лучше сотрудничать со следствием, и речь пока не идет об аресте или снятии с должности. Если их вынудили, они должны об этом рассказать. Особливых подробностей нет. Сейчас происходят следственные действия. Для этого будут выписываться повестки, для этого будут опританы много людей. И хочу обратить внимание, что обшуки шли не только в двух, а в 30 местах. Моя рекомендация для обоих руководителей – спорить с следствием. Никто еще никого не решили. Никто никого не снимает с посадки. Приходьте к следствия, давайте показать. Кто его знает, а, возможно, этим людям наказал так особенно Янукович. Мэр Ирпеня Владимир Карплюк сегодня сообщил, что со следствием сотрудничать готов, но уверяет, что у прокуратуры к нему ни вопросов, ни претензий нет. Все обвинения свой адрес опровергает и утверждает на теме о его квартирах, просто спекулирует. На своей странице в фейсбуке он сообщил, деньги на свои 67 квартир и земельные участки заработал честно, и все налоги оплатил. Доказательства выложил квитанции. Мы созвонили Скорплюком, и это же он подтвердил нам в телефонном разговоре. Никто никуда еще меня не вызывал. И мой адвокат ездил непосредственно в прокуратуру и задавал вопросы, есть ли какие-то на меня дела, и мы ответили, что нет. Имущество и деньги я заработал не будучи мэром, а будучи предпринимателем еще до мэрства. И выложил документы с доказательством уплаты налогов, потому что во всем мире только есть один фактор легализации дохода, это уплата налогов. Сам Скорплюк сейчас в Украине, в официальном отпуске, а мэр Бучи уже на своем рабочем месте. Адвокаты, взятых под стражу руководителей Одесского припортового завода, пожаловались на НАБУ и антикоррупционную прокуратуру в иностранное посольство. В частности, защита Сергея Перелома и Николая Щурикова просит дать оценку нарушениям, которые детективы якобы допускают в ходе расследования дела. Кроме того, адвокаты уверены, судья Макуха, против которого открыто уголовное производство за получение взятки, не может вести антикоррупционный процесс. К своему обращению защитники приобщили и другие доказательства нарушений НАБУ. Напомню, Перелома и Щуриков были задержаны по делу о растрате средств ОПЗ. Якобы в мае прошлого года они закупили для предприятия газ по завышенным ценам и тем самым нанесли госбюджету ущерб на 250 миллионов гривен. Сейчас и Перелома, и Щуриков в СИЗО, но у обоих есть возможность выйти на свободу, заплатив залог 80 и 40 миллионов гривен соответственно. Адвокаты уверены, дела сфабрикованы, а их подзащитных задержали, чтобы снизить стоимость ОПЗ перед его приватизацией. Мой подзащитный Николай Щуриков, он сам пришел в суд, он сам ходил на допросы, он принимал активное участие в следственных действиях. При этом прокуратура, НАБУ, которые подали в суд ходатайство, они фактически не предоставили даже суду этих материалов. Они не предоставили суду материалов проверок объективных, которые были проведены налоговыми органами Украины. Никто из международных инвесторов не захочет вкладывать деньги в покупку объекта, вокруг которого масса уголовных дел. Так вот, если приватизация будет, то стоимость этого объекта будет процентов на 30 ниже, соответственно, как вы понимаете, государственный бюджет Украины недополучит реально миллиарды гривен. Этому делу уже год. Громкие обвинения почему-то последовали не за, условно, месяц до и не месяц после окончания приема заявок на приватизацию. Думаю, что это не случайно. Остановить нелегальную гонку вооружений. Петр Порошенко сегодня поручил премьеру Гройсману и мэру Киева Виталию Кличко усилить меры безопасности в столице и регионах. Президент обеспокоен бесконтрольным оборотом оружия и взрывчатки в стране. Поэтому распорядился установить системы видеонаблюдения с долговременным сохранением записей, а еще сократить время реагирования оперативников на правонарушения. Но вот киевскому городоначальнику позаботиться о мерах безопасности в центре столицы уж точно не помешает. Крестный ход, который идет с запада и востока страны, уже на подходе к городу. Но на въезде в Киев собираются те, кто против, и планируют не пустить веры. Удастся ли избежать провокации, Елена Зорина продолжит. Это въезд в Киев со стороны Житомира. Уже третий день здесь дежурят правоохранители, нацгвардии, те, кто против крестного хода. Мы будем ее встречать с мэром, будем им пояснивать, что нам не нужны они тут. Нехай идут туда, на Крым. Пока ждут, развернули полевую кухню. Консервы, это помогали, люди приносили. У нас вот и сушка, даже ему сварочку сварили. На обед, картофель с тушківкою. Здесь едят, здесь и спят. На карематах палатки устанавливать правоохранители не разрешили. Как будут действовать, и те, и другие отвечают примерно одинаково. Вы можете остановить эту ходу, будем действовать по обстановке. Мы працюем по ситуации. Деи будут, соответственно, уже по закону. Еще днем протестующих и участников крестного хода разделяли около 30 километров. Они идут уже 16-й день с запада и востока. Почаево и Святогорье преодолевают 500 и 700 километров соответственно. А это въезд в Киев со стороны Борисполя. Сюда участники крестного хода должны прийти к вечеру. Днем в СБУ призывают их изменить маршрут. Но обходить не стали. Нацгвардия и полиция разделили противников и участников крестного хода плотным кордоном. Но все равно пройти спокойно не удалось. В ход идут яйца. На Житомирской трассе привал участники крестного хода останавливаются в 18 километрах от Киева. Мы не идем ради каких-то провокаций. Мы идем и молимся. В столице они планируют быть уже завтра. От намеченного маршрута отступать не собираются. Обе колонны верующих должны встретиться в центре Киева в среду. Правоохранители обещают на провокации реагировать моментально. На улицы города в этот день выйдут несколько тысяч полицейских. Разум с национальной вардией будет 4,5 тысячи. Будут установлены больше 30 металлошукачев, рамки так называемые. Охранять порядок в этот день также пообещал правый сектор. А вот гражданский корпус АЗО вмешиваться не намерен, как и выводить на улицы своих сторонников. Елена Зурина, Егор Логинов, Андрей Кузнецов и Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Зеленый цвет протеста. Что вывело харьковских активистов на улицу? Женское плечо. Какая влиятельная дама протянула руку помощи Хилари Клинтон? На коррупционных схемах попался один из топ-менеджеров Укрзалезницы. Сегодня детективы антикоррупционного бюро Украины задержали начальника департамента планирования и контроля закупок предприятия. Об этом сообщили у себя на странице в фейсбуке. Говорят, подозреваемый был участником афер во время проведения государственных закупок для Укрзалезничпостач. Слушание дела экс-замглавы правления Нафтогаза Андрея Пасечника сегодня не состоялось. Соломинский райсуд столицы перенес заседание на 4 августа. Напомню, в марте антикоррупционное бюро открыло против Пасечника уголовное производство по статье «Вмешательство в деятельность гослица». Это случилось после того, как бывший министр экономики Абрамовичус сделал в СМИ заявление, мол, Пасечник пытался лоббировать свое назначение на должность замминистра. Сегодня слушание отменили, поскольку Айварас Абрамовичус за границей вернется в Украину только через неделю. В соответствии к вимогу закону, в подготовочем судовом заседании проведение следует за участью потерпевших. Он знает о судовом заседании, но прибыть не смогу. Виноватение зависит именно в влиянии на посадовую особу о принятии конкретного решения, а именно назначение на посаду Пасечника в якости с заступником министра. Все события, которые выкладаны в виновательном акте, будут проголожены. Выходя из того, что мы пришли к суду, мы считаем, что склада злочин, который инкриминует самому подзахистному, не было. Центр Харькова за забором. Городские власти затеяли очередную реконструкцию. Правда, что и когда из этого получится, кто будет заниматься работами, и во сколько они обойдутся городской казне, покрытым раком. Развеять его вышли сегодня активисты. Подробнее Светлана Шикера. Прогуляться по исторической части Харькова желающих приглашали через интернет. Собралась небольшая группа. Один из активистов проводит своеобразную экскурсию. Это памятник природы, который включен в реестр природоохранных территорий вместе со всеми заповедниками Украины, вместе со всеми национальными парками. Но экскурсия заканчивается там, где и началась. Дальше памятника к обзарю пройти невозможно. По большому счету, мы однажды утром вышли в парк и обнаружили, что половина территории перегорожена. Что будет за этим забором после реконструкции, изображено на картинках. Посредине канал и новые аллеи. Вот только люди не очень верят. Чаще всего реконструкции заканчиваются вырубленными деревьями и заасфальтированными газонами. На информационном стенде ни даты окончания работ, ни кампании, которая их проводит. Активисты возмущены. Ни общественных слушаний, ни независимой экологической экспертизы никто не проводил. Тут будет какая-то мелиорация, тут будут какие-то каналы, каналы или что-то. Все это очень нужно проверять. Если это все будет проведено, а разбирать забор, а проект только под наглядом громады. Общественники вызывают полицию и экологическую инспекцию. Вместо экологов появляются чиновник из мэрии и поливальная машина. Зачем-то моют забор, да так умело, что людям приходится потесниться. На просьбу показать проект заместитель мэра разводит руками. Мол, не взял с собой. Есть проект? Да? Так а почему при вас? Вы приехали, чиновник, позволили себе приехать без проекта? Чиновник уверяет, на этом этапе экологическая экспертиза не нужна. А забор поставили для безопасности самих же граждан. В саду Шевченко не будет спилено ни одно зеленое насаждение. Если вы видите, мы сейчас уже снесли вот эти вот ларьки, киоски. Мы хотим, чтобы здесь была, извините за выражение, не пивнуха под открытым небом, а действительно сад. Экоинспекторов общественники так и не дождались. Забор сносить не стали. Пока. Вечером отправятся в мэрию, убеждать чиновников все же обсудить проект с харьковчанами и независимыми экологами. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Парад тарифных суверенитетов продолжает шагать по стране. В северодонецке на год установлен мораторий на повышение тарифов ЖКХ. Такое решение недавно было принято на сессии местного горсовета по инициативе депутата-оппозиционера Игоря Будкова. В городе расценки останутся прежними уже в этом месяце. Кроме того, не будет взиматься пеня за опоздание с оплатой коммуналки. А мэру депутаты поручили обратиться в кабинет министров и к нацрегулятору об отмене нормативных актов о повышении тарифов за последние месяцы. В Кировограде объявили бойкот новому названию города. Жители на всеобщем собрании решили не использовать название Кропивницкий и не упоминать его в официальных документах. Напомню, в середине июля Верховная Рада приняла постановление о переименовании города. До этого проект вынесли на голосование без предварительного обсуждения в зале заседаний. При этом большинство горожан выступало за историческое название города Елизаветград. Горожане и нардепы уже подготовили судебные иски, в которых просят признать решение Рады незаконным. Сегодня есть два иска. Они готовы к подписанию. Первый иск это от меня, как от народного депутата, о том, что нарушены мои права как законодателя, о том, что мне не дали выступить, нарушены нормы регламента и законовой конституции. Второй иск это от жителей города. Вооруженное ограбление в центре Днепра. Пострадали так называемые челноки, которые отправлялись на закупку товара в Одессу. Чудом обошлось без жертв. Наталья Грищенко с подробностями. Впервые за много лет в Днепре настолько дерзкое ограбление произошло прямо здесь, на центральном городском проспекте. С одной стороны хлебозавод, с другой центральный вещевой рынок. По проспекту постоянно снуют машины. Свидетелей очень много. Происходящее зафиксировали уличные камеры наблюдения. Пять часов дня. Вот автобус в Одессу. В него садятся предприниматели. С деньгами едут за товаром. В салоне пять пассажиров и двое водителей. Вдруг подъезжает черный Volkswagen Touareg. Из него выбегают четверо мужчин в медицинских масках. И врываются в салон. Стреляли в воздух. Подозреваемые завладели денежными средствами в размере более 200 тысяч гривен, а также мобильным телефоном. Был сразу введен план перехвата. К сожалению, он не дал результата. На чьё имя зарегистрирована машина, пока неизвестно. На ней номер другого авто, который грабители украли за час до нападения на Запорожском шоссе. По словам потерпевших, это предположительно лица кавказской национальности. Характерная внешность и акцент. Свидетели ограбления наотрез отказываются говорить о том, что видели. Этот торговец шаурмой не скрывает, боится. Мы сейчас уехали, через 15 минут меня просто пересстреляют в мою будку и всё. Ну, что вы сделаете? Вы ничего не сделаете. Просто по новостям меня покажете. Больше ничего говорить не буду, честно. Эта женщина одна из тех, кто отдал закупщику свои деньги. Принесла их к автобусу за 5 минут до ограбления. Буду я сумму, говорит. Среди торговцев вещевого рынка почти панические настроения. Как теперь ездить за товаром? Автобусы в Харьков и Одессу отсюда отправлялись постоянно, много лет, рассказывает Андрей. Вчера деньги челнокам отдали около 30 предпринимателей. Отправляли деньги на Одессу, чтобы им приносили назад товар. Кто водителю, автобусу дают деньги. В Одессу приезжают, приходит человек под каким-то номером, говорит по телефону. Отдают ему деньги, а он отдаёт товар. Откуда грабители знали точное время загрузки автобуса? И что именно в этот день у пассажиров наберётся крупная сумма? Это только по наводке, без своих это не обошлось. Уголовное производство открыто по статье «Разбой». Грабителям грозит 12 лет тюрьмы. Как произошедшее повлияет на работу рынка, станет понятно во вторник, когда торговые точки возобновят работу. В понедельник здесь выходной. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Страшное ДТП в Кировоградской области. Живьём в автомобилях сгорели три человека. Ещё девять пострадавших, среди которых двое подростков, находятся в больницах. Авария произошла днём неподалёку от города Благовещенское. На трассе Киев-Одесса столкнулись сразу девять машин. Они двигались в одном направлении. Шесть авто моментально вспыхнули и сгорели дотла. Причиной аварии могла стать задымлённость. Рядом на полях горела сухая стерня. Выпил и сел за руль. Готовь кругленькую сумму. Пётр Порошенко всё-таки ужесточил штрафы за вождение в нетрезвом виде. Сумма выросла втрое. За пьяные выходки на дороге водителю теперь придётся выложить 10 тысяч гривен. И забыть о вождении на год. Попался снова за рулём под шофе. Штраф удваивается. А водительские права изымают уже на три года. Ну а за ядлым выпивохом и вовсе не поздоровится. За третье задержание придётся заплатить тройной штраф. И попрощаться с правами уже на 10 лет. Каждая пьяная транспортная пригода у нас стаётся и скоюётся водителями нетрезвыми. Треба озброить полицейских и озброить правами, законом и ответственностью. И сегодня этим законом, который я принял решение подписать, мы значительно сборщиваем те инструменты, которые находятся в руках национальной полиции, патрульной полиции, для того, чтобы навести порядок на дорогах. Мишель Обама выступит сегодня в поддержку Хилари Клинтон, как кандидата в президенты США. Так стартует съезд демократической партии в городе Филадельфия, это в штате Пенсильвания. Продлится он до четверга, и здесь Хилари официально объявят кандидатом в президенты демократов. Сама Клинтон уже выбрала вице-президента. В случае своей победы им стал бывший губернатор штата Вирджиния Тим Кейн. Перед началом конвенции в Филадельфии прошли протесты, в которых люди выступали против Клинтон и поддерживали другого кандидата Берни Сандерса. Напомню, на прошлой неделе миллиардера Дональда Трампа номинировали кандидатом от республиканцев. Выборы президента пройдут в США 8 ноября. И неприятная новость для Хилари. Популярность Трампа в США стремительно растет. Вот по последнему опросу компании CNN в рейтинге народной любви миллиардер опередил соперницу Хилари Клинтон. Дополнительные очки эксцентричный бизнесмен получил после съезда республиканской партии, где его официально номинировали в кандидаты в президенты. Разрыв между Трампом и Хилари теперь составляет 3%. Выбор в пользу республиканца делают все больше избирателей без партийных предпочтений. Они составляют почти половину его сторонников. Как Хемингуэй победил в конкурсе двойников Хемингуэя? Эту и другие интересные истории дня посмотрите в нашем обзоре. Бельгийское издание Лесуа утверждает у главы Еврокомиссии проблемы с алкоголем. По их данным, Жан-Клод Юнкер злоупотребляет вином и джин-тоником. Журналисты вспомнили два казуса. В прошлом году в Риге Юнкер поприветствовал венгерского премьера Орбана возгласом «Диктатор идет». Затем поцеловал лысину премьера Бельгии Шарля Мишеля. А на пресс-конференции Евросовета дипломат заметно шатался. Но видеодоказательств нет. Семилетняя британка Шарлот Маклеллан получила письмо от экс-премьера Дэвида Кэмерона. Девочка от руки написала, что грустит из-за отставки политика, но рада, что новым премьером стала девочка. Речь о Терезе Мэй. Письмо от такого содержания Маклеллан отправила на Даунин-стрит. Через несколько недель от Кэмерона пришел ответ. Политик сообщил, что признателен за поддержку. Конкурс двойников Хемингуэя в США выиграл Хемингуэй. Самым похожим на знаменитого американского писателя признали 65-летнего Дэйва Хемингуэя из Северной Каролины. Он однофамилец и не связан с лауреатом Нобелевской премии родственными узами. Конкурс проводили в баре «Сло Пиджос». Именно здесь Эрнест Хемингуэй любил коротать вечера, когда жил во Флориде. Здесь же написал, по ком звонит колокол. Тигр загрыз туристку в сафари-парке в окрестностях Пекина. Женщина пренебрегла правилами безопасности и вышла из авто. В этот момент на нее набросился амурский тигр. От тяжелых ран туристка погибла на месте. Также ранение получила женщина, которая пыталась помочь погибшей. Сафари-парк закрыли. Ведется следствие. Не сидеть в соцсетях призвал монахинь Папа Римский. Франциск предупредил, в интернете могут таиться опасности, которые отвлекают от созерцания жизни. При этом Папа уверен, смартфоны, планшеты и ноутбуки – устройства, незаменимые в современном мире. Правда, пользоваться ими нужно с осторожностью, особенно молодежи. Ранее Франциск встречался с основателем Эппл Тимом Куком и назвал интернет даром божьим. Историки нашли в рукописях Леонардо да Винчи описание законов трения. Оказалось, итальянец формулировал их еще в 15 веке, на 200 лет раньше, чем француз Гийом Амантон, которого принято считать первооткрывателем. Записи о трении да Винчи сделал в блокноте, но ученые долгое время не придавали значения каракулям. Только сейчас исследователи Кембриджа разобрали, что к чему. Неспортивные страсти по Олимпиаде. Международное антидопинговое агентство отреагировало на вчерашнее решение МОК. Как именно? Что думают российские спортсмены? Какова реакция Кремля? И кто уже в скором времени собирается идти в суд? Все подробности у Данила Русакова. Резкой критикой отреагировали в международном антидопинговом агентстве ВАДА на вчерашний вердикт МОК. Напомним, Олимпийский комитет, по сути, самоустранился от решения вопроса, что делать с российскими спортсменами. Возможность их допуска на Олимпиаду теперь должны определить в профильных федерациях. Антидопинговое агентство выпустило заявление. В нем говорится, по вине комитета игр под удар попадают не уличенные в приеме запрещенных препаратов атлеты. А также посетовали, мол, все это может привести к ослаблению защиты тех, кого упрекнуть не в чем. Но несмотря на неоднозначное решение МОК, санкции остаются в силе. Министр спорта России Виталий Мутко на бразильские игры не поедет. Правительственной делегации от Москвы вообще не будет. Причина, якобы однажды он лично распорядился скрыть положительную пробу иностранного футболиста, выступающего в России. О судьбе членов сборной Мутко сегодня не говорил. К прессе вышел глава местного Олимпийского комитета, которому, кстати, тоже вчера МОК выразил недоверие. Нужно буквально в ближайшие часы, дни нашим федерациям провести такую работу с Международными федерациями по каждому спортсмену, для того, чтобы дальше Международные федерации могли бы такие списки представить. Дисквалифицированные спортсмены о своих планах тоже пока молчат. Лишь двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исенбаева, также уличенная в приеме допинга, собирается направить в Европейский суд по правам человека жалобу. Когда будет назначено слушание в Страсбурге, пока неизвестно. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканалы Интер. Вот таким выдался этот понедельник. Спасибо, что смотрели подробности. Завтра увидимся. Субтитры подогнал «Симон»